В минувшую пятницу, когда отмечался Международный день защиты детей, праздник случился и у тех из них, что пользуются не только защитой, но и надежной вооруженной охраной и полным пансионом за счет государства во исполнение решений различных судов. В Кировградскую воспитательную колонию, где содержатся несовершеннолетние, совершившие уголовное преступление, посетила целая контрольно-праздничная делегация во главе с главой Свердловского гусинполковником Александром Федоровым. Кроме его заместителей и представителей прокуратуры, приехали также уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, представитель общественности и особый гость, чемпион мира и олимпийских игр по боксу Егор Михонцев. Все они прошлись по территории колонии, проверив, как обустроен быт в отрядах, в СИЗО, в медсанчасти, посетили местный храм, а также школу и профтехучилище, окончание учебного года в которых также отмечали здешние невольники, по всем понятиям еще относящиеся к категории, а не же дети. Дорогие ребята, сегодня ваш праздник. Несмотря на то, что вы находитесь здесь, вы все равно дети. По большому счету, все мы дети. Но есть дети, которые требуют заботы, есть дети, которые уже не требуют заботы. Я хочу пожелать вам, как спортсмен, как физкультурный, быть здоровыми, быть сильными. Потому что сильный человек – это добрый человек, это умный человек, это успешный человек. Будьте сильными, занимайтесь спортом, физической культурой уже здесь и дома тоже, когда придете домой. Скорее всего, возвращение домой вам и будьте сильными всегда. Гости приезжали не с пустыми руками. Подарили музыкальный центр, спортинвентарь, а также 10 билетов в кинотеатр в Екатеринбурге, куда свозят наиболее отличившихся ребятишек. В ответ юные каторжане угостили дарителей концертом, силами местной самодеятельности. А олимпийскому чемпиону Егору Михонцеву пришлось выступать, так сказать, с отдельным сольным номером под условным названием «автографсессия». Ему пришлось расписаться на самых различных поверхностях и предметах более 150 раз. В том числе и в награду за это от руководства областного ГУФСИН он получил благодарственное письмо.